Есть только несколько голливудских знаменитостей, ни единому слову которых я не верю. Это Кардашьяны, Гарри Стайлз и Тимоти Шаламе. За последние несколько лет Тимоти Шаламе успел обзавестись таким количеством пиар-романов, которых не бывает, наверное, у многих знаменитостей за всю жизнь. Сегодня разберем реальную историю Тимоти Шаламе, поговорим про очевидный пиар-роман с Кайли Дженнер и для чего все это делается. Расскажу про его парней, про которых он сам, конечно же, никогда не расскажет. О том, кого он бросил и о том, кто был с ним близок еще до того, как они стали известными. С вами Даркин, погнали! Его полное имя Тимоти Хелл Шаламе, и он родился 27 декабря 1995 на Манхэттене. В семье француза Марка Шаламе, редактора Юнисеф и Николь Флендер. И чтобы понять, как рос Тимоти, нужно понять, какая жизнь была у его мамы Николь. В молодости она была бредвейской танцовщицей и актрисой. Провела несколько лет на сцене, играя в мюзиклах, но с рождением детей ей пришлось найти работу поспокойнее и постабильнее. И она стала брокером по недвижимости, но в свободное время преподавала танцы. Можно предположить, что, заметив в своих детях творческие задатки, она постаралась делать все, чтобы они не повторили ее судьбу. Так Тимоти стал голливудским актером, а его сестра Полина построила аналогичную карьеру во Франции и переехала в Париж. Вообще, если смотреть на его семью, то неудивительно, что Тимми выбрал именно этот путь. Его отец был единственным человеком, не связанным с творчеством. Мать – танцовщица и актриса, дядя по матери – режиссер, его дедушка по матери – сценарист. В общем, Тимоти – это такой классический представитель Нэпа Бэйби. Его мама делала все, чтобы ее сын исполнил ее собственную мечту и стал звездой. С раннего возраста она водила его по кастингам. Так маленький Тимоти снялся в нескольких рекламных роликах и двух короткометражных фильмах ужасов под названием «Сладкоежка». После этого он сыграл второстепенную роль в телефильме «Любящая Лия». В 2011 году он дебютировал на сцене во внебродвейской пьесе «Высокие». Комедия о взрослении, действие которой происходит в 70-х годах, в которой он сыграл любопытного 12-летнего мальчика, в котором пробуждается интерес к сексу. Так его заметили творческие издания. Ну а теперь давайте поговорим о его первом бойфренде, который у него появился. Это актер Энсель Эльгард. Вы, конечно же, его, наверное, знаете или видели. Да, он тоже по мальчикам. Об этом была куча слухов, мы находили инсайдерские сообщения, если интересно, кто его парни, кто куда. То в телеграм-канале я все это публиковала и публикую, и продолжу публиковать. Для больших поклонников Тимоти не секрет, что они учились вместе. Об этом есть много статей, они сами об этом рассказывали, то есть такие друзья детства. Они с Энселем оба ровесники и оба родились в Нью-Йорке, и оба были номинированы на премию «Золотой глобус». Причем в одном и том же году. Тимоти Шеломе за роль в «Назови меня своим именем», а Энсель Эльгард за фильм «Малыш». Эльгард говорил об их дружбе в Инстаграме, когда разместил фотографию себя и Шеломе на игре «Никс» с подписью «Гордость средней школы». Это настоящее безумие. Мы с Тимми играли в одной баскетбольной команде. У нас был один и тот же учитель драмы, мистер Шифман. А затем в один и тот же год мы оба номинированы на премию «Золотой глобус». Мне стало интересно, и я решила разузнать, в каких отношениях они были еще, будучи одноклассниками. И вот так учитель описывал их дружбу. Они были неотразимыми, связанными друг с другом и очень многогранными в свои 20 с небольшим. Я имею в виду, где они будут, когда им исполнится 40? Тимоти с Анселем действительно были очень близки в школьные годы. Они играли одни и те же роли в школьных спектаклях. И, по словам Шеломе, именно Эльгард получил все главные роли. Тимоти расстроился и ушел в шоу школьных талантов. Он рассказал MTV. Я проходил прослушивание в «Парни и куклы», но в итоге Энселя взяли на главную роль. Ансель же наоборот говорит, что Тимми и тут врет, потому что он в школе был самым популярным мальчиком. Тимоти был так популярен, не было людей, которым бы не нравился Тимми. Некоторые люди не любили меня, но все любили Тимми. Вообще Тиммити Шеломе имеет свойство лгать и недоговаривать, поэтому, собственно, так ролик и называется. Обычно у публичных личностей действительно есть необходимость многое скрывать, но если некоторые делают это исключительно по условиям контракта, то для Тимми ложь, судя по всему, излюбленное занятие. Искажение реальности — это то, что, по сути, делает его ведущим игроком на голливудской сцене. А искажать реальность можно совершенно по-разному. Вот, например, что вы здесь видите? Кажется, обычный белый лист бумаги, ничего, не так ли? Вот и когда смотрите на Тиммити, с виду будто бы ничего. Но стоит только немного подогреть ситуацию, то сразу становится понятно, что внутри прячется очень много интересных секретов. Точно так же скрыть реальность попыталась и главная героиня сериала — убить Риту, молодая и талантливая ученая-химик, которая оказалась втянутой в криминальную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб. Сначала все пытались убить Билла, а потом очередь пришла за Евой. Теперь же все хотят убить Риту. Но за что ее хотят все убить? По сюжету Рита после скандального увольнения из-за интимной связи с учеником остается без средств на жизнь. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать легкие деньги уборкой коттеджа. Рита из подручных средств готовит химический коктейль, способный смыть следы шумной вечеринки. Правда, оказывается, что в коттедже была не только вечеринка. Там произошло убийство, и Рита становится втянутой в преступление. Однако она и сама не так проста. Все это время Рита жила по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в Приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям. Интересно узнать, что за формула такая? Тогда смотрите новый сериал «Погоню. Убить Риту» на премьер. «Убить Риту» — это первый российский сериал в таком жанре, когда главной героине, как в боевике, приходится спасаться от всех вокруг. А потому с самого начала оторваться от сюжета практически невозможно. Поэтому скорее кликайте по ссылке в описании ролика и смотрите новый крутой сериал одними из первых, только на премьер. Итак, дружба между Тимоти и Энселем, ролью в одних и тех же спектаклях и взаимное восхищение. Ну, а что еще? Ну, а теперь взглянем на то, что писали в это время об их дружбе инсайдеры. Я не хотел бы постоянно говорить о бородах, но когда этот актер, который, скорее всего, получит Оскар за роль второго плана в этом году, сидит со своим бойфрендом-актером, таблоиды считают его важным человеком. Дело в том, что актер целует свою бороду, и эта постановка просто за гранью совершенства. А теперь посмотрим, о чем было это сообщение. Вчера вечером Энсель Эльгард отлично отдохнул на баскетбольном матче Нью-Йорк-Никс в Бостон-Селтикс. 23-летний актер Малышана Драйви принял участие в мероприятии, которое состоялось в Мэдисон-Сквергарде, в четверг в Нью-Йорке. К нему присоединилась его давняя подруга Виолетта Камышан, а также Тимоти Шаламе из фильма «Зови меня своим именем». Все трио улыбалось, сидя у корта и болея за Никс. Я не думаю, что у Тимоти Энселя были прям искренние отношения с планами на совместное будущее, но они были звездами школы, и они были конкурентами. Да, возможно, они были интересны друг другу, восхищались друг другом. И Тимоти говорил, что для него важно иметь партнера из актерской среды, но у них была химия и этакая любовь в соревнования, но это не позволило им быть вместе. Им обоим нужен был творческий человек, который будет вдохновлять, но не будет пытаться затмить. Потому что, судя по всему, как мы можем заметить, пытаться затмить Тимоти Шаламе – это вообще плохая идея. В высшей школе музыки и искусства Тимоти стал настоящей звездой. У остальных ребят не было такого шикарного актерского опыта, поэтому Тим не выделялся. Но выделялся не только актерскими талантами, а и поведением. Его бывшие одноклассники описывали его как яркого, эпатажного и самовлюбленного. Он взял себе псевдоним Тимми Ти и выступал в десятках школьных представлений, танцуя и читая рэ по себе любимым и о своей крутости. В 2015 году Тимоти поступает в университет Нью-Йорка и учится там всего год. Там его мало кто знал, ведь это уже не просто школа, а настоящий универ, где учатся много известных людей. И по какой-то причине странной всего лишь через год Тимоти бросает университет. И вот в этот год просачиваются вот эти вот грязные слухи. Слухи были весьма противные и касались того, что Тимоти Шеломе заражал девчонок хламидиями. Сплетники говорили, что он переспал с доброй половиной школы, и теперь там началась настоящая эпидемия. Его близкие друзья, конечно же, опровергали слухи, но это не помогало. Джонатан, 19-летний ученик городской школы, написал в Твиттере. Вся эта история о том, что Тимоти Шеломе распространил хламидиоз в Нью-Йорке, это безумие, потому что это было на самом деле. Он трахался как кролик. Слишком много людей, которых я знаю, могут подтвердить, что знают кого-то, кто знает кого-то, кто заразился хламидиозом, от номинированного на Оскар, актера Тимоти Шеломе. Джонатан говорит, что узнал об этом слухи на первом курсе Нью-Йоркского университета, во время группового проекта. Однажды кто-то упомянул Тимоти Шеломе. Еще пять человек в группе сказали, О да, разве он не распространил хламидиоз по университетскому городку? Сначала история с хламидиозом была похожа на любой другой, омерзительный слух, который обычно пускают о знаменитостях. Но тут интерес в том, что этот слух появился еще до того, как Тимоти вообще стал знаменитым. Есть очень много девушек, которые поделились своими историями. Они анонимно обращались в печатные журналы и рассказывали о своем опыте в сети. Этот слух распространился в 2018 году, и его команда попыталась стереть его из интернета. Во многом так и есть. И я знаю это, потому что моя коллега училась в Нью-Йоркском университете. Примерно в то же время, что и он. Я была очень счастлива. На самом деле мы не были друзьями, мы были просто коллегами. И все это совершенно неожиданно. Мы просто говорили и говорили. Я такая, о, ты училась в Нью-Йоркском университете, это довольно круто. А потом я вышла на перерыв и типа того. Она внезапно появилась и такая, о, и эти слухи о Тимоти и хламидиоз, они оказались правдой. В то время я понятия не имела, кто он такой. Кто-то считает, что это была чья-то злая шутка. Другие уверены, что это был очень странный, но удачный пиар-ход. Потому что в семнадцатом году, как раз перед выходом «Зови меня своим именем», интернет просто заполнился шутками на тему Тимоти и его несчастных хламидий. Вообще, смотря на Тимоти, вы наверняка замечали, что он тот тип актера, который совмещает в себе миловидность и такой снобизм. И люди как раз об этом и говорят, что он вот такой и есть. Что это вам не кажется? Вчера вечером репортер рассказывал об интервью, которое он брал у этого молодого актера в Милане во время недели моды. Актер, который должен был быть номинирован на Оскар в этом году, был очень пренебрежительным и все еще таким же дерзким, как и всегда во время интервью. Он не заботился ни о ком, кроме себя. Интересно, как скрывающий свою ориентацию рэпер относится к тому, что его скрытый парень-актер бросил этого рэпера ради именитой актрисы Бороды. Актеру все равно, потому что он не заботится ни о ком, кроме себя. Поэтому никому не нравится с ним работать. Теперь давайте поговорим о том, как Тимоти шел к своей славе. Его имя буквально стало нарицательным благодаря его ролям в фильмах «Маленькие женщины», «Назови меня своим именем» и «Дюна». Но его восхождение к мировой славе определенно отличалось от его предшественников. Ему удалось не искать такую же горячую славу, как Зиндей, Тому Холланду и Крису Хемсворту. Однако он пошел совсем другим путем. Он избегал блокбастеров, фильмов о супергероях и боевиков. Вообще, если подумать, то он первая голливудская суперзвезда Алиста, снявшаяся только в одном блокбастере. Лично мое мнение заключается в том, что это и был его план с самого начала. Если посмотреть на его фильмографию, можно увидеть, что он намеренно увеличивал масштаб фильмов, которые выбирал. Причем, несмотря на предложения, которые сыпались на него после 1917 года. И мне кажется, что именно такая избирательность помогла ему стать известным. Он не шел на поводу у индустрии, и это привело его к успеху. Давайте посмотрим на его фильмы. «Назови меня своим именем», «Любите Куперов», «Мужчины, женщины и дети». Даже «Назови меня своим именем» изначально задумывался как малобюджетный фильм. Который просто очень хорошо себя зарекомендовал, потому что на съемочной площадке происходила настоящая химия между Тимоти и Арми. Итак, они на пике славы. Он в центре внимания. Он номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». И на его счету были бы сотни ведущих фильмов. И вдруг он начинает отказываться от ролей с высокими гонорарами, а заменяет их ролями в небольших фильмах с интересными историями. Вот критерии, по которым Тимоти выбирал себе картины. Исторический жанр или известность оригинального произведения зрителям, например, «Маленькие женщины». Второй критерий – это если бюджет меньше, чем в голливудских блокбастерах. Третий – это ориентированность на женскую аудиторию. Четвертая категория – это наличие среди коллег по крайней мере трех актеров B+, листа. И пятая категория – это, конечно же, опытные режиссеры. Все это позволяло ему оставаться актуальным, быть в кругу звезд, быть свободным в самовыражении. А также эти фильмы полностью раскрывали его актерский талант. Сыграя он какого-нибудь Человека-паука или Муравья, разве смог бы он заработать себе репутацию мастера актерской игры? У него бы просто не было шансов. Фильмы Marvel и DC не получают Оскары за актерское мастерство. Их максимум – это номинации за спецэффекты, режиссуру и костюмы. Теперь давайте поговорим о съемках в Дюне. Любой другой актер, даже тот же Том Холланд, попав в Дюну, стал бы заложником своего образа. Как, например, тот же Том Холланд стал теперь заложником Человека-паука. Но только не Тимати, потому что Тимати заранее позаботился о разнообразии своих ролей. Он буквально заработал себе репутацию актера-хамелеона, который может играть роли самых разных форм и размеров. Так что все, что сделала Дюна, это укрепило его положение мировой суперзвезды. Но никоим образом не заманило его в ловушку, как артиста. И это была настоящая победа Тимати. Но грамотный выбор ролей и фильмов не единственное, что все эти годы помогает ему держаться на плаву. Конечно же, он прибегает к услугам пиар-агентов. А те, в свою очередь, используют самый эффективный способ заставить публику говорить об их клиенте – пиар-романы. Тимати успел перевстречаться с певицами, моделями и точками известных родителей. Сначала была Лурдес Леонс, которой они учились в высшей школе музыки. Причем рассказала она об этом только в 21-м году. Затем Тимати переключился на Лили Роуз Депп, дочку Джонни Деппа. Итак, 2018 год. Только закончились съемки фильма «Король», в котором они играют молодых короля и королеву – Генриха V и Екатерину Велуа. Скоро должен быть релиз. И вдруг их внезапно застают целующимися на яхте. Посыпались обвинения в пиаре. Тимати, конечно же, дал комментарий. Он рассказал, что был в шоке, увидев фотографии, слитые в интернет папарацци. А потом люди говорят – это пиар-ход. Пиар-ход? Думаете, мне хотелось бы выглядеть так перед всеми вами? Конечно же, Тимати, мы так тебе и поверили. Потом была Эйса Гонсалес, и этот пиар-роман продлился очень недолго. Главная причина была в возрасте Эйсы, которой на тот момент было за 30. Папарацци поймали их в Хаба-Сан-Лукас, в Мексике. И они просто не могли оторваться друг от друга. Они целовались и лапали друг друга в джакузи, и выглядело это просто комично. Вообще, Эйса – известная ворода. Или, по крайней мере, девушка на прокат. Она встречалась с актерами Себастьяном Рули, Лемом Хемсфортом и с футболистом Криштиану Роналду. А в 2018 году еще и с актером Джошем Дюамелем. Ну и давайте уже поговорим о пиар-романе Скайли Дженнер. Мне кажется, нет такого человека, который бы на 100% в это верил, и никак не подвергал сомнению их внезапно произошедшую любовную историю. Кажется, будто голливудские агенты начали халтурить и придумывать откровенно фейковые романы, в которые уже даже никому не хочется верить. Но на деле все гораздо проще. Никому и не нужно, чтобы вы в это верили. Единственное, что им нужно, чтобы вы это обсуждали. И чем более странный будет этот роман, более несовместимый друг с другом, тем больше это вызывает обсуждений. В апреле блог со сплетнями о селебрите сообщил, что 26-летняя Кайли Дженнер встречается с 27-летним Тимоти Шеломе. Инсайдеры утверждали, что бизнес-вумен и звезда Дюны вместе минимум с января. И уже успели провести вместе новогодние каникулы в Аспене, а также отдохнуть на островах Теркс и Кайкос. Новости подхватили таблоиды. В том же месяце черный внедорожник Ranger Rover, принадлежащий Кайли, неоднократно замечали возле дома Тимоти. Но самим звездам удавалось прятаться от объективов папарацци. Инсайдеры делились с прессой, что видели пару то в одном, то в другом ресторане. Однако пруфов в виде фотографии или видео не было целых полгода. Видимо, их пиарщики никак не могли договориться насчет их первого выхода в свет. А затем они внезапно появились на концерте и начали показательно целоваться. Причем Тимоти целовался очень странно, открыв глаза и посматривая прямо в камеру. Надеюсь, вы тоже так целуете свою любимую девушку. Конечно, Тимоти должен быть образцом такого соблазнительного твинка, но при этом должен оставаться желанным и досягаемым для миллионов его фанаток. Тут возникает всего лишь два вопроса, у которых задают буквально все, зачем это Тимоти и зачем это Кайли. Первое, зачем это Тимоти? Тимоти переходит сейчас в лигу таких более взрослых актеров. Вполне очевидно, что он уже в какой-то степени чувствует себя новым Джонни Деппом. И ему определенно нужна его Кейт Мосс, понимаете? Ему нужна взрослая роль, а чтобы получить взрослую роль, тебя в Голливуде должны воспринимать как взрослого человека, который встречается со взрослыми женщинами. Не с такими, как Лили Роуз Депп, а, например, как Анджелина Джоли и Брэд Питт. И теперь вопрос Кайли Дженнер. А Кайли-то это зачем? Она не актриса, она не певица, у нее, в принципе, хорошо выстроен медийный образ. Нахрена ей пиариться с Тимоти Шаламе? Если ее бывшие, это в основном такие достаточно маскулинные, темнокожие ребята-рэперы, как Тайга, Трэвис Котт. Ну, во-первых, не стоит забывать, что Кардашьяны, в принципе, не пренебрегают любой формой пиара. Взять Кендалл, которая пиарилась с Гарри Стайлсом, а теперь пиарится с Бэт Банни. По сути, нет такой большой разницы, с кем пиариться. Главное быть на слуху. Тем более, Кайли одна из самых влиятельных женщин Америки, и ей по-любому нужны публичные, стабильные отношения. И желательно не с каким-то рэпером, у которого куча скандалов с запрещенными веществами, а с актером, молодым, талантливым, перспективным, и не связанным с такой рэперской тусовкой. Мое мнение в том, что у Тимоти Шаламе на самом деле не было настоящих отношений с женщинами в Голливуде, и все, что делается в Голливуде, делается для пиара. Если у него и были девушки, то это было до его славы. Но знаете, что еще меня очень сильно интересует в его истории? Что, с одной стороны, Тимоти такой нарциссичный, ну, объективно нарциссичный чувак, со своими закидонами, который хочет быть суперизвестным, который, безусловно, талантлив, но по которому вот так считать, что он, что у него чувство собственной важности очень повышено. Для Голливуда это скорее хорошо, чем плохо. А может быть, это правильно выстроенный образ. В любом случае. Мы видим, какой Тимоти, и кажется, что такой мальчик влюблен только в себя. Да, невозможно, чтобы он искренне влюбился в кого-то еще. Но что, если я скажу вам, что он действительно влюбился в одного человека, который изначально ему не отвечал взаимностью, и это дико ранило его сердце. Мы уже поговорили о Бенселе Эльгарте. Но кто же был еще? Помните то сообщение о его парне, который проводит с ним дни и ночи? Информация, которую я накопала на форумах, говорит, что это был рэпер Кит Кадди, с которым они расстались в 21-м году. Тимоти был его поклонником некоторое время. Тогда об их ссоре много кто писал в соцсетях. Они почему-то думают, что ты и Тимми больше не друзья. Это стало вирусным в ТикТоке. Кит Кадди отвечает. Я разговаривал с ним несколько недель назад. Тимми мой брат до скончания веков. И после этого я всегда буду любить его. У нас все прекрасно. Поверьте мне, я не знаю, откуда это взялось, но, пожалуйста, не верьте сплетням в интернете. В другом интервью Шеломе сказал. Кадди во многих отношениях действительно вдохновил меня стать художником. На что тот ответил. Он как бы выразил мне некоторые свои опасения по поводу актерской игры, а я просто старался быть для него старшим братом. Еще в 19-м году их отношения омрачились пиар-романом Тимоти с Лили Роуз Депп. Этот закрытый актер видел все последние слухи о своем парне. Поэтому он позаботился о том, чтобы таблоиды написали о том, как сильно он увлечен своей новой девушкой. Знаменитым отпрыском актера. В основном киноактер из списка А. Не очень приятный киноактер первой категории, который еще очень молод, также закрыт. Ранее на этой неделе он приставал к бармену мужчине в клубе за городом. Он сказал бармену держать это в секрете. Кадди был его подростковой любовью, так как Тимоти любил актерство так же, как и рэп. Но Кит не пытался затмить малыша Тимми. У них, очевидно, были более сбалансированные отношения. Я почему-то верю в то, что эти отношения были реальны. И там было больше взаимной поддержки, уважения и наставничества со стороны Кадди. Понятно, что на каком-то моменте они расстались, и Тимоти стал звездой мирового масштаба. У него стало куда меньше времени, и они пошли разными дорогами. Но на тот период, именно благодаря поддержке Кадди, Тимоти был уверен в себе и делал правильные шаги в карьере. Также мне кажется, что именно Кадди помог ему понять, в каком направлении двигаться и как грамотно строить свое будущее. Ну а что же насчет армии Хаммера? Естественно, после того, как Тимоти и Арми сыграли парочку в кино, многие хотели, чтобы они стали парой и в жизни. Были слухи, что они виделись уже после того, как Арми Хаммера обвинили в каннибализмах, актах каннибализма. Я разбирала эту историю, если интересно, посмотрите. Начнем с их первой встречи. На шоу Эллен они рассказали о своей самой первой репетиции вместе. Как оказалось, режиссер Лука Гуадонин заставил этих двоих поцеловаться на траве и, уйдя прочь, оставил их наслаждаться друг другом. Да, это определенно не было традиционной репетицией. Это была наша единственная репетиция. И Лука говорит, давайте прорепетируем. Давайте просто сделаем, ну не знаю, сцену 72. Мы просто выбрали случайное число, а затем переключились на эту сцену. И все, что там было написано, это поцелуй в траве. Итак, это наша первая репетиция. Мы опускаемся на землю и начинаем целоваться. Он говорит, нет-нет-нет, вы это не прочувствовали. Вам нужно это прочувствовать. И он говорил о чувственности или что-то в этом роде. Мы были такие, хорошо, да, хорошо, конечно, давай сделаем это. И мы сделали это снова. И мы начинаем. И мы продолжаем, и продолжаем, и продолжаем. И похоже, что это продолжалось уже довольно долго. И мы поднимаем глаза, а Лукас просто исчез. Он просто оставил нас там, в траве. И это была наша первая и единственная репетиция. Если так, то я думаю, что они могли переспать. Но прям вот любовниками они вряд ли были, потому что это был тот период, когда у одного и у другого была куча другой работы. И если бы что-то такое было, наверное, это бы как-то просачивалось в интернет. Два режиссера, которые состоят в отношениях между собой, Лука Гуадонина и его парень, Фердинанда Филомарина, снимают фильм о гейской любви с молодым мальчиком и мужчиной. И Лука Гуадонина ведет себя странным образом по отношению к актерам. Вы помните хоть один случай, чтобы режиссер заставил гетеро пару целоваться и ушел? Видимо, надеясь, что они потеряют счет времени и займутся любовью или что. Тимоти Шеломе, он вообще не так прост, как кажется. Пока все хихикают над его выдуманным романом с Кайли Дженнер, я уверена, что он строит себе вот такие гигантские планы на свое будущее. Он идет по карьерному пути так, словно играет в шахматы, и каждый его шаг выверен с точностью. Правда в том, что он, скорее всего, действительно неприятный человек, который может послать журналиста. Он действительно тот, кто, возможно, любит горячих парней. Но все это качественно спрячут его пиар-агенты. А нам останется только любоваться его игрой в разноплановых фильмах. Ну и, конечно, гадать, какой же Тимоти Шеломе на самом деле. С вами была Дарки, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы в комментариях или задавайте их в комментариях в телеграм-канале, где я обычно вам отвечаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.